приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 12 вещам в доме которые желают нам проблем бед и всевозможных неприятностей что это за такие вещи которые постоянно держат нас в своих цепких руках и не разрешает нам двигаться и идти вперед далее друзья все более подробно в этом видео вы знаете дело в том что мы сами наверно того не осознавая и не понимаем очень часто окружаем себя вещами предметами которые портят наш энергетический фон тем самым разрушая нашу энергетику ослабляя нас и способствуя появлению всевозможных проблем неприятности также появляются у нас всевозможные болячки которые у нас не было сто лет и тут ни с того ни сего мы начинаем болеть наведение также сглаз порчи и что характерно негативное воздействие на наш организм мы начинаем испытывать в самом безопасном месте в нашем мире а именно дома просто потому что мы приносим в дом эти вещи которые желают нам только всякого негатива только проблем и вы должны понимать что самая опасная вещь в жизни это подклады дело в том что подкладом может стать любая вещь заговоренная при помощи магии и подброшенная в дом либо закопанная в землю рядом с домом и такими вещами как правило занимаются наши враги наши недоброжелатели те вот обиженные и завистливые люди которые при помощи вот этой вещички вот этого предмета желает навредить нам тем самым отняв наш достаток благополучия изобилия конечно же никто не может контролировать появление того или иного подклада но нечаянно обнаружив дома или вблизи подозрительные вещи например это может быть булавка гвозди этому могут быть закопанные в землю куриные яйца постарайтесь как можно быстрее избавиться от них но в этом видео мы уделим внимание еще более детально некоторым вещам которые действительно не стоит иметь в своем доме во первых не стоит принимать подарки но не просто подарки а сомнительные подарки если человек который не проявляет к вам особой симпатии и вы это не только знаете но вы это и ощущаете и возможно даже такой человек является вам врагом и тут ни с того ни сего решает преподнести вам подарок вы должны задуматься и понять о том что это не просто подарок а это подклад такие вещи не только не стоит принимать в дар но и ни в коем случае не берите эти вещи в руки потому что как только вы взяли эту вещь или этот предмет в руки он начинает высасывать у вас жизненную энергию знаете как вот вампир и таким образом если вы еще не принесли его домой то вашей семье начинают появляться конфликты ссоры и конечно же это со временем становится причиной непонятных ситуаций проблем неприятностей которые проявляются в вашей жизни даже если вы приняли такой дар от него нужно избавиться любым простым способом выбросите продайте передарите а если есть возможность то такую вещь вообще стоит спалить следующая вещь которая несет в себе определенный негатив и разрушение друзья это любая вещь которая образовалась в результате смерти она несет в себе энергетику разрушения что мы здесь имеем ввиду ну например это может быть череп животного это может быть его шкура там чучело животных птиц нарисованные черепа скелеты в общем все то что каким-либо образом символизирует смерти такие предметы отбирают жизненную энергию жителей дома вызывая у них тем самым апатию и отсутствие интереса к жизни провоцируя определенные заболевания и даже психические роста расстройства и сама жизнь вот показывает из опыта что люди которые коллекционируют у себя дома вот подобные предметы и вещи долго к сожалению не живут а тем еще сделать небольшой момент касательно рогов о рогах животных вы знаете дело в том что большинство из них добываются убийством представители фауны а значит такие сувенирчики несут в себе энергетику разрушения поэтому они могут спроц спровоцировать утрату например даже любимого человека и стать причиной тяжелой болезни или какого-либо душевного заболевания далее не храните дома не известные драгоценности обращаю ваше внимание что те драгоценности которые куплены у неизвестных лиц или с например случайно найденные вами могут нести в себе разрушение и разрушать ваше энергетическое поле а значит желать вам всего самого не наилучшего любые металлы особенно драгоценные способны накапливать отрицательную энергию а значит они могут вобрать в себя все те болезни и беды проблемы возможно и даже переживания который нес предыдущий хозяин и теперь они передаются вам как говорится по наследству к тому же на драгоценности нередко ставят ими магические программы наподобие как порча сглаз какое-то проклятие и это значит что став обладателем такой вот дорогой вещички вы можете ощутить на себе все всю силу черной магии также негативной энергетикой пропитаны и некоторые дорогостоящие предметы антиквариата например там он быть картины это может быть старинная тоже мебель вы должны понимать что в те вот далекие времена такие вещи такие предметы принадлежали властным и достаточно сильным людям которые подпитывали себя энергией окружающих и согласитесь вам вряд ли будет комфортно жить среди таких предметов которые ранее принадлежали такому энергетическому вампиру хотим взять еще маленькую ремарку что если у вас есть дома какая-то вещь виде антиквариата легких драгоценных камней драгоценных колец сережек которые вам передавались от бабушек от прабабушек и вы уверены что бабушка никогда вам не желала или вашему роду не желала зла мне все было хорошо не расстраивайтесь да все в порядке но если вы знаете что это не ваш сначала предмет антиквариат не из вашего рода то к нему очень внимательно относитесь недаром у нас есть музеем и в музеях вы можете увидеть вот такие вот предметы именно антиквариата также обращаем ваше внимание на статуэтки нередко мы украшаем свой дом или квартиру различными статуэтками это могут быть как старинные изделия которые были куплены где-то на аукционе или достались нам от наших предков или привезенный из экзотических стран но вы должны понимать что статуэтка статуэтки рознь и к таким вещам очень нужно внимательно относиться чтобы они не принесли ваш в дом беду и проблема вы должны понимать что например статуэтки черных птиц это например может быть ворона коршун черный аист они могут нести вам как программу негативные какие-то известия не очень хорошие события и это все вот будут привлекать вот статуэтки на таких вот птиц также не газ негатив несут и фигурки львов с открытой или оскаленной пастью такие статуэтки снижают умственные способности человека и могу даже свести его с ума поэтому не стоит держать дома также и статуэтки с изображением рыб сувениры или полноценные статуэтки с такими водоплавающими ослабляют энергетику человеку и делают его уязвимым перед сглазом и другими магическими программами если мы говорим о статуэтках слонов то дома можно держать фигурки которые изображают слонов но обращаем ваше внимание с поднятым хоботом потому что таким образом они приносят финансовое благополучие ваш дом однако если вам подарили статуэтку со слоном у которого хобот опущен вниз от такого подарка все-таки лучше избавиться потому что он будет способствовать развитию вас всевозможных болельщик болячек неприятностей и проблем и вообще с такими сувенирами очень как правило энергетика человека она конфликтует происходит дисбаланс и это приходит привод как не придет к определенным обстоятельствам в жизни далее друзья ракушки вы знаете ракушки вообще нельзя хранить в доме потому что морские обитательницы нередко попадают к нам в дом после посещения южных стран и конечно же они какой-то степени служат нам напоминанием о тех прекрасных днях проведенных где-то на морском или океаническом побережье однако хотим сказать о том что попадающая к вам в дом ракушка она знаете такой своеобразный настоящий троянский конь потому что именно этот предмет украшение и вашего интерьера заманивает в дом грабителей и всевозможных мошенников более того морская ракушка и сама негативно влияет на здоровье обитателей дома провоцируя развитие сердечно-сосудистых заболеваний и поэтому лучше вообще не приносить вот такую вот ракушку и вообще что связано с морским дном к себе домой потому что не на ней несет ничего хорошего кроме того должны понимать что ракушка уже сама ракушка она не живая она мертвой и она несет уже все в себе разрушение потому что вы знаете когда она живая внутри проживая живет моллюск да и там происходят определенные процессы но это ракушка не живая соответственно таким образом тянутся к вам определенные проблемы далее вы должны помнить о том что любая треснувшая любая поломанная вещь является накопителем негативной энергии она является как магнит который тянет вот этот весь негатив ваш дом конечно вы этого не увидите но в этом плане вот особенно выделяется посуда с которой мы с вами ежедневно пьем кушаем и если употребляете вы пищу из треснувшей посуды то негативная энергия будет наполнять вас и это станет для вашего тела уже основной проблемы потому что человека могут проявляться например какие-то хронические залив заболевания может одолевать усталость апатия но негативная энергетика треснувшей посуды бьет не только по вашему здоровью потому что в такой семье начинаются ссоры скандалы недопонимания и люди идут на то что в какой-то момент происходит расставание поэтому чтобы таких вещей не происходило в вашем доме отбитой посуды и от каких-либо поломанных вещей нужно обязательно своевременно избавляться далее нож и вы знаете нельзя держать нож вне специального места если мы с вами убираем посуду со стола мы оставляем нож и этот предмет становится центром скопления негативной энергии которая затем перейдет и к жителям дома энергетика острых предметов она очень скверная она накаляет обстановку между домочадцами способствует ссорам и скандалом в семье более того оставляя на на ночь нож на столе у человека может нарушаться сон и он постоянно может ощущать тревогу и даже волноваться по пустякам да и вы знаете порезаться таким ножом гораздо проще если же оставляемый на столе нож имеет трещины или щербины такой предмет и вовсе нельзя держать дома от него лучше избавиться но помните как мы избавляемся от ножа его нужно закопать в землю подальше от своего дома далее уделим внимание к календарю вы должны понимать и о том что висящий на стене календарь по истечению календарного года следует снять со стены и выбросить сделать это нужно обязательно потому что календарь который по которому прошел уже определенный период времени это символ ушедшего времени который уже никогда не вернется в нашей жизни и такая вещь никогда вам не принесет удачи а наоборот будут тормозить вас в развитии будут способствовать застой и отталкивать от вас возможно какие-то перспективные идеи которые будут позволять не позволять вам двигаться вперед поэтому никогда вы не снимаете со стены старый календарь и вы к сожалению обречены на то что все вашем доме будет увидать и потому что вы находитесь в прошлом а когда человек находится в прошлом то вы вход в какой-то степени находитесь и в полном одиночестве то есть вы находитесь сами со своим прошлым вот с теми возможными проблемами и нюансами поэтому никогда не имейте особенно также те предметы которые вам напоминают о вашем прошлом когда когда мы говорим о хорошем да это одно когда какие-то предметы из вашего декора или вещи и напоминают они вам о тех проблемах которые были вашей жизни лучше их убирать и потому что так своеобразные якоря которые вот несут разрушение и негатив также всевозможные эзотерические предметы такие как например камни четкие карты какие-то куклы самостоятельно изготовленные там куриные лапы и прочие предметы которые используются еще и в черной магии знаете они несут себе резко отрицательную энергетику и могут какой-то степени разрушить человека который находится с ними в одном помещении поэтому предметы которые используются для изготовления подкладов для наведения порчи проклятий будут распространять вот эту свою уничтожающую силу на всех вокруг а значит такое соседство ничем хорошим для вас не закончится помните об этом далее хотим уделить внимание зеркалам вы должны понимать что зеркало она впитывает себя энергетику каждого человека при этом каждого кто смотрится в него поэтому со временем зеркало накапливает в себе массу негативной энергии и вот если зеркало треснет или даже маленький кусочек отколется она становится и вовсе опасным потому что в треснувшее зеркало категорически нельзя смотреться ведь в этом случае она отдает человеку энергетику разрушения и укорачивает его жизнь к слову все это относится и к разбитым стеклам который мы нередко отвозим на дачу где храним надежде что она еще нам послужит послужит какой-то период помните что таких предметов всегда нужно избавляется чем быстрее вы это сделаете тем лучше будет для вас также бывает и так что после ухода из материального мира близкого человека мы оставляем его вещи в доме потому что мы тем самым не хотим расставаться с предметами которые напоминают нам о каких-то счастливых днях проведенных рядом с этим человеком но как бы это не тяжело бы как бы при скорма не звучало после ухода из жизни человек в доме не должны оставаться вещи которые принадлежали вот умершему потому что такие предметы не нанесут вреда посторонним людям но родных и близких покойного будут постоянно тянуть в этот мир мертвых укорачивая тем самым их жизнь поэтому как бы ни были вам дороги эти вещи всю одежду покойному все фотографии предметы которыми он пользовался лучше убрать из дома или купите для этого коробку желательно чтобы она была черного цвета и упакуйте все туда если у вас есть дни когда вы любите вспоминать например день рождения вашего близкого человека или какие-то события да то есть вы достали эту коробочку открыли посмотрели попалили слезы твоим возможных слезы радости слезы воспоминаний и после этого к все сложили опять и закрыли коробку так можно но не старайтесь развешивать вот те условно фотографии вещи предметы какие-то не нужно это делать потому что все таки это тянет вас в первую очередь назад помните еще и о том что пупа энергетика вот таких вот вещей с годами она только лишь усиливается вашем доме а значит пока вы ничего не делаете вы сами себя подвергаете тому и своих близких вот и все больше и больше опасности поэтому чтобы таки такого не было время от времени пересматривайте вещи кроме того наши дети возможно у вас внуки любят приносить еще домой вот всевозможные вещи которые кто-то им подарил дал и так далее поэтому научите своих детей и внуков говорить взрослым о том что у них что-то появилось то есть если например ребенку в школе кто-то подарил какой-то подарок пусть дети вам скажут чтобы понимали о том что да это действительно вещь которая подарена человеком другие моста с добрых мы с добрыми намерениями они с какими-то корыстными целями кроме того друзья научите своих детей не брать с чужих рук сладости конфеты какие-то подарки папа сувениры и так далее это очень важно потому что дети они очень падки на всевозможные сладости вкусности и так далее хоть даже если вы будете ребенка задавривать с утра до ночи всевозможными вкусностями все равно ребенок но вот он вот такой вот он еще не понимает и не осознает что мир не всегда добрый был может быть по отношению к нему друзья вы сегодня хотели с вами поделиться вот такой вот важная информация теперь вы знаете вещи в доме которые нужно обязательно убрать своего дома чтобы они не несли вам негатива и разрушения сами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал у нас на канале чем и заходите на канал у нас на канале очень много важной нужно полезной и интересной информации также обязательно прямо сейчас подпишитесь на наш телеграм-канал ссылка на наш телеграм-канал в к этому видео также ставьте лайк и конечно же поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы знаете что это видео эта информация действительно будут полезно прямо сейчас на экране друзья увидите два прямоугольника это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которое вам больше интересно и полезно и смотрите там много интересной важной нужной и полезной для вас информации всем прекрасного настроения услышимся друзья уже в следующем видео